всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья осень приближается некоторые культуры на моих грядках уже убраны и я стала задумываться как же все-таки обогатить слой почвы на своем огороде что можно сделать чтобы грунт стал более воздуха и влагопроницаемым ну и конечно что немаловажно как обеззаразить грунт грунт от всех заболеваний которые все-таки накапливаются в процессе выращивания тех или иных культур я в этом сезоне решила посеять сидираты уже у меня часть сидиратов посеяна сейчас я вам подойду на каждой грядке покажу расскажу как я это сделала и в процессе конечно буду делиться своими наблюдениями как все-таки сидираты помогают и улучшают структуру почвы в качестве сидиратов дорогие друзья я выбрала белую горчицу прочитала что она помимо того что обогащает структуру почвы макро микро элементами но также еще и обеззараживает грунт в процессе сезона конечно я проливала все свои культуры фитоспорином я до этого неоднократно это рассказывала но все равно почва очень накапливает все болезни я не скажу что как вы очень сильно у меня там страдали томаты от каких-либо заболеваний но все равно какие-то моменты присутствовали этого не избежать и так в качестве сидиратов я выбрала горчицу белую вот сейчас я вам ее покажу вот такие пакетики и дорогие друзья это действительно простой эффективный способ повысить плодородие почвы то есть надо просто посеять дождаться пока зеленая масса достигнет определенного роста и все и запахать ее в почву тяпкой пройтись перекопать тут уже как удобно вот так выглядит вот эта белая горчица посеяла я ну в общем знаете как действительно недорого вот взяла две вот такие упаковочки по 900 грамм упаковочка стоит в районе 120 рублей и я так думаю что ну одну пачку я использовала вот осталось у меня еще пол пачки и как раз мне еще надо засеять две грядочки вот сейчас я вам как раз покажу и ну примерно ну будет понятно насколько хватает просто присаливаешь вот так и все особо как бы я там ничего не высчитывала поэтому сейчас вам все расскажу здесь первый способ нет наверное давайте сейчас пройду на ту грядку где возраст горчицы около месяца ну где-то может быть 28 дней в начале августа я ее посеяла это как раз первая грядка которую я убрала вот и посеяла горчицу здесь был посев у меня поверхностный то есть я просто поверху рассыпала семена и вот так прошлась грабельками и как бы вы знаете горчица конечно всходит очень быстро она всходит на следующий день но я обратила внимание что где-то повыше где-то пониже ну то есть это зависит от заделки семян какие-то углубились а какие-то действительно были наверху и на следующий раз когда я стала сеять на следующей грядочке я решила уже посеять в бороздке то есть это вот так сделала бороздки и вот так прошлась как бы присолила в каждую бороздку горчица здесь получилось у меня несколько рядов но смотрю что всходы появляется более равномерно теперь на будущее я буду сеять ее именно в бороздке так мне больше понравилось вот этой горчицы дорогие друзья пять дней пять дней назад я ее посеяла до такой момент когда здесь уже были убраны у меня томаты я пролила хорошенько фитоспорином и еще кто до этого смотрел мои обзоры у меня томаты были замульчированы соломой я говорила что возможно я буду солому перекапывать но решила все-таки этого не делать потому что слой был большой он не перегнил и все равно в ней тоже в мульче накапливается очень много заболеваний я решила ее на выброс убрать эту солому обработала в грунт фитоспорином хорошенько все подрыхлила и сделала бороздки и посеяла повторюсь вот этой горчицы пять дней здесь нам вот этой горчицы я сказала что уже около месяца она растет от 30 ну где-то 40 сантиметров до 70 но я вот уже смотрю что где-то здесь уже больше 30 сантиметров есть и некоторые начинают зацветать и когда изучала информацию очень важно да ну в общем не запускать вот этот момент цветения чтобы потом горчица не являлась сорняком на наших участках как раз поймать тот момент когда она только начнет вся цвести тут же ее скосить и заглубить в почву так что вот повторюсь что вот этот поверхностный посев вот немножечко дает вот такую неравномерную схожесть вот это первая ошибка которую я допустила но я ее уже исправила здесь просто уберу немножечко пораньше но увижу как вот уже побольше немножечко она зажелтеет и все и я ее всю скашу и перекопаю так а сейчас вам вот уже следующая у меня грядочка здесь баклажаны убраны скоро соберу остатки болгарского перца сначала хотела сеять между ними но это крайне неудобно все-таки нужно хорошенько все прорыхлить и также убрать вот хочу мульчу это уже будет следующим этапом здесь после еще одной грядки тоже также вот пять дней все-таки бороздками мне гораздо больше вот нравится сейчас требуется только вот своевременный полив и все вот на вот этой грядке дорогие друзья это у меня здесь еще по одной стороне растут огурчики собираю урожай здесь раньше тоже были культуры и ничего не мешает здесь растут огурчики а с этой стороны я засеяла горчицы здесь около 15 дней горчицы тоже был поверхностный способ но учла я уже эти моменты вижу что неравномерная вот такая всхожесть от поверхностного способа посева так и вот горчица которой около где-то 10 дней здесь посев был в бороздке и обратите внимание вот как равномерно она зашла на этой грядке у меня были кабачки вот один кустик остался но это ничуть но и здесь вот растут такие маленькие деревца посев ничуть не мешает вот еще один куст кабачков остался вот уже пора собирать урожай между ними также вот прекрасно взошла горчица все когда она достигнет своего возраста также тяпочкой все пройдусь и потом перекопаю я надеюсь конечно что все таки улучшит структуру почвы но об этом я дальше своих видео вам буду все рассказывать и показывать очень хотелось бы дорогие друзья чтобы мое видео было для многих полезным но может быть кто-то возьмет из моих наблюдений какую-то для себя информацию на заметочку на этом я с вами прощаюсь вы были на канале цветочное счастье не забывайте подписываться на мой канал дальше будем следить за развитием событий всего вам доброго до новых встреч